Уголь не пахнет или двойная игра Турции? Турция с самого начала войны в Украине пыталась удержать как российскую, так и украинскую сторону за столом переговоров. Турция во многих сферах продолжает сотрудничество с Россией. Путин и Эрдоган отчитываются о рекордном товарообороте. Мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень. И это сказывается во всех отраслях нашего взаимодействия. Но, как выяснили журналисты, сотрудничество Анкары и Кремля намного глубже. Правда, об этом они предпочитают молчать. По секрету вам скажу. Да. Как выяснили журналисты Reuters, за первое полугодие 2023 года Турция закупила у россиян угля на 14 с лишним миллионов долларов. И уголь этот не с российских недр, а с шахт оккупированного украинского Донбасса. Согласно данным российской таможни, с февраля по июль 2023 года в Турцию прибыло около 160 400 тонн угля из аннексированных восточно-украинских Донецкой и Луганской областей. Но почему страна-миротворец, которая пытается закончить войну России и Украины, да еще и пытается спасти мир от продовольственного кризиса, пошла на тайную сделку с Кремлем? Эрдоган видит роль Турции именно таким своеобразным посредником, безусловно региональным лидером, но лидером, который может получать бонусы от всех сторон, независимо от того, в состоянии войны или мира они находятся между собой. А теперь к схеме поставок. По данным агентства, поставки осуществляли как минимум 10 компаний, зарегистрированные в России и на оккупированных территориях Украины. Прежде всего, наши энергоресурсы должны быть направлены на развитие собственной страны. Это касается всех первичных источников энергии, всех минеральных ресурсов. Но их у нас столько, что мы готовы удовлетворить растущие потребности всех, кто хочет с нами работать. Это очень хорошее и выгодное сотрудничество для наших партнеров. Три компании-продавца украинского угля подтвердили факт поставки угля в Турцию. Чтобы определить страну происхождения, реальную страну происхождения, нужно же проводить химический анализ этого угля. А кто это будет и ради чего это будет проводить? В документах указано, что поставки осуществлялись государственными компаниями Российской Федерации, в том числе и подразделениями Российской железной дороги. Поэтому можно закрыть глаза на реальное происхождение этой продукции, что и, собственно говоря, делают турецкие компании. А вот покупателями выступали компании, зарегистрированные в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и в офшорных зонах, включая британские Виргинские острова и Белиз. Правда, найти их контакты и определить, кто был конечным бенефициаром, не вышло. И Турция формально к этому не имеет, по крайней мере, прямого отношения. Всегда можно сказать, что мы этот уголь купили у компаний из Белиза или каких-то Виргинских островов или Объединенных Арабских Эмиратов. И какие к нам могут быть вопросы? Мы не знали, что этот уголь на самом деле привезли с временно оккупированных территорий Украины. И цифры указывают, что Турция является крупнейшим пунктом экспорта угля из оккупированных регионов. На ее долю пришлось 95% поставок. Хотя данные о коммерческой торговле не дают полной картины того, как экспортировался уголь, они показывают, что часть угля шла через южно-российский портовый город Ростов, а часть через Черноморский порт Новороссийск, которые имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском. Официального ответа от сторон сделки журналисты так и не получили. Но интересно, что о угольном сотрудничестве России и Турции еще год назад говорил премьер так называемой ДНР Виталий Хаценко. Есть традиционные рынки, где уголь наш востребован, это и Турция, и с Турцией дальше уходят страны Ближнего Востока, значит, страны Африки наш уголь. Поэтому он достаточно качественный и, соответственно, востребован по многих странах. Правда, Ройтерс так и не удалось найти никакой информации о поставках угля в Турцию или другие страны в 2022 году. Судя по всему, мы видим только верхушку айсберга, а на самом деле эта торговля, она на достаточно серьезном уровне происходит. Кроме того, что с начала войны действует запрет на экспорт российских энергоресурсов, ЕС и США, конечно же, полностью запретили импорт товаров из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины. Сейчас очень многие сделки осуществляются через офшорные зоны. И это делается в большинстве своем для того, чтобы скрыть уши, торчащие из тех или иных партий, в том числе энергетических товаров. Но Турция, несмотря на свое членство в НАТО, торговлю с Россией не ограничивала, а даже наоборот. По мере ужесточения санкций против России, Турция завязывает все более тесные отношения с Кремлем. И на сегодня стала одной из ключевых стран, благодаря которым России удается обходить введенные против нее ограничения. В целом, за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд десятилетней давленности. И такие отношения, похоже, сохраняются даже несмотря на недавний отказ России вернуться в зерновую сделку. К сожалению, нет каких-то четких ограничений, установленных третьими странами в отношении тех продуктов, которые, мягко говоря, сомнительного происхождения. Турция не исключение, она не присоединилась к санкциям Европейского Союза или стран Британского Содружества в отношении товаров, ввозимых из Российской Федерации или из Украины через Российскую Федерацию. Поэтому продолжается продажа, в том числе украинского угля, добытого на Донбассе. И, к сожалению, нет каких-либо рычагов давления, способных прекратить эту продажу, кроме разве что вторичных санкций. Но и это окно возможностей для России вскоре может закрыться, ведь уже в октябре ЕС планирует взяться за новый пакет санкций, который будет направленный на борьбу с обходом России санкций ЕС через третьи страны, например, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Субтитры создавал DimaTorzok